Здравствуйте! В эфире Народные новости. Всё самое интересное, необычное и новое прямо сейчас. Неординарные истории без политики и негатива. В студии Валерия Гавриленко. И вот что вас ждёт в этом выпуске. Трус не играет в хоккей, тем более в подводный. Рассказ о необычном спорте. Экстремальное преображение. Другая жизнь четвероногих. Фотография и научные открытия. Павлодарский фотограф и его уникальные находки. Впереди долгожданное лето. Однако для любителей хоккея настаёт сложная пора. Лёд растаял, а значит придётся искать альтернативу этому занятию. Ну, либо играть в хоккей в бассейне. Нет, вы не ослышались, в мире набирает популярность подводный хоккей. Преимущество этого вида спорта заключается в том, что играть в него может любой желающий. Вне зависимости от возраста, пола и комплекции. Ведь вода практически полностью уравнивает шансы хоккеистов-подводников. Всё об экзотическом виде спорта в нашем сюжете. Чтобы научиться играть в подводный хоккей, вы должны уметь плавать, обладать навыками погружения в воду с маской и дыхательной трубкой, ну и самое главное — знать правила игры в хоккей. Этот экзотический вид спорта оказывается ещё в 50-х годах 20-го века изобрели на военно-морском флоте Британии для того, чтобы поддерживать физическую форму матросов, а также тренировать их выносливость и ловкость. Австралийская Тасмания считается самым спортивным штатом страны. Более половины спортсменов, входящих в национальную сборную, выходцы именно из этого региона. Играют в подводный хоккей в стандартном бассейне — 25 метров в длину, 15 в ширину и 2 в глубину. Матч состоит из двух таймов, каждый по 15 минут. Как и в обычном хоккее, главная задача здесь — забить как можно больше шайб в трёхметровые ворота противника. Размер подводной шайбы такой же, как и для обычного хоккея. Однако её масса значительно больше — почти полтора килограмма. Игра контролируется двумя рефери, которые тоже находятся под водой. В случае нарушения они подают сигнал судье на поверхности. Он, в свою очередь, и издаёт гудок. Мэтью Маккартни утверждает, что данный вид спорта развивает не только физические качества, но и способствует психологическому оздоровлению. Мало того, что вы должны быть физически крепки, вам нужно быть сильным и духом. Представьте себе достаточно интенсивную игру в футбол, только вы ещё и постоянно находитесь над мячом. Чтобы подготовиться к изнурительным матчам, спортсмены тренируются 6 раз в неделю. Некоторым игрокам любовь к необычному спорту привили ещё в детстве. Например, Виктория Викхам легко втянулась в игру благодаря семейной традиции. Это наш семейный спорт. Мой отец, тётя, дядя и я очень любим играть в подводный хоккей. Хотя подводный хоккей может показаться спокойным и безмятежным, по словам девушки, в этом виде спорта приходится часто сталкиваться с травмами. В таком спорте можно легко получить травму. После соревнований приходишь домой в синяках, а однажды я даже нос сломала. А для Томаса Милнера самым сложным было научиться контролировать дыхание. Игрокам приходится задерживать дыхание до 3, а то и 4 минут. Этому нужно поучиться. Сейчас австралийская сборная по подводному хоккею активно готовится к участию в важном турнире в соседней Новой Зеландии, который пройдёт уже в следующем году. Команда также нацелена на мировое первенство в Испании в 2015-м. Если с человеком проделать те же манипуляции, о которых мы собираемся рассказать, он испугается своего отражения в зеркале. Поэтому авторы произведений экстремального груминга работают только с животными. Они раскрашивают домашних питомцев во все цвета радуги и делают им такие прически, от которых у классических парикмахеров кровь стынет в жилах. Но лучше один раз увидеть и самостоятельно определить собственные вкусовые предпочтения. Чтобы создать такое произведение парикмахерского искусства, потребуются ножницы, лак для волос, блёстки, много разной краски и терпение. Некоторые называют это шерстяным экстримом. Но то, что проходит в конференц-зале отеля Нью-Джерси, это выставка кошек под названием «Кошачья фантазия» и конкурс среди собак с соответствующим названием «Дуэль креативных стрижек». Это мероприятие открыто только для профессиональных парикмахеров-животных и устраивается ежегодно группой парикмахеров «Интергром». Терри Демарина, помощник «Интергром» в организации этого мероприятия, говорит, что это самое крупное в мире шоу экстремальных стрижек животных. Большинство собравшихся здесь участников имеют немалый опыт в выставках. Они постоянно участвуют и тренируют своих собак. Они также содержат парикмахерские для животных, чтобы было чем платить за тренировки, так как это удовольствие не из дешёвых. Вы спросите меня, вижу ли я парикмахерские для животных как индустрию? Да, несомненно. Победительницей среди собак в этом году стала белая пуделиха по кличке Пейсли, украшенная на тему «Дикий-дикий запад». На одном боку пуделя владелица Синди Оливер, парикмахер из города Клинвленд, штат Теннесси, выстригла ковбоя и бизона, а на другом – кактус и лошадь. Голову украшает броненосец. На это уходит по 20-30 часов. Приходится делать всё небольшими сеансами по 2 часа. А когда принимаем участие в нескольких шоу, то тратим по 12 часов на перекрашивание и смену стрижки. Кошка-победительница этого года – спасённая Сиамская, которая застряла в вентиляции ресторана. Хозяйка украсила её спину выстриженными и разукрашенными цветами и сердцами. Её владелица – профессиональный парикмахер для животных или грумер Ангела Кумпе из города Литл-Рок, штат Арканзас. Она зовёт свою любимицу Марти. Сначала я её подстригаю, потом наношу узор маркером, затем раскрашиваю краской для волос и с помощью аэрографа. Для всего этого я использую безопасные продукты, те же, которыми пользуются люди. А когда шерсть немного отрастает, мы подрезаем края и в конце с помощью нетоксичного клея добавляем немного искусственных бриллиантов и серёжек. Судья Диана Перри говорит, что Мартини – безусловный победитель. В ней была изюминка. Этой изюминкой оказался цвет. Я никогда в жизни не видела столь красивого цвета на кошке. Нижняя часть спины стилизована под морду льва. А грива была выстрижена и раскрашена вокруг мордочки. Некоторые подвергают критике такой подход к парикмахерскому искусству на животных, считая, что это вредно для питомцев. Но, по словам Димарина, животные только получают удовольствие от пристального внимания. Кошки и собаки, слава богу, не различают цветов, и им всё равно. Их поле зрения ограничивается передними лапами. Но им нравится быть в центре внимания. Им нравится это странное для них ощущение. Всё равно, что вы чувствуете после массажа или после того, как сделали прическу. Каждый парикмахер задаёт тему своему питомцу. В этом году среди тем был мультяшный персонаж Скуби-Ду, кот с птичками на спине, мультяшный герой Папай, пёс в стиле Питер Пен, а также подводные темы. Владелец собаки-победителя получил памятный приз и полторы тысячи долларов. Ну а хозяин победившей кошки получил фен, памятный приз и 800 долларов наличные. Увлечение фотографией и научное открытие. Скажете, ничего общего? Но это не так. Вот, к примеру, герой нашего следующего сюжета ходил по паркам, фотографировал птиц и так проникся красотой и многообразием представителей животного мира, что решил узнать, сколько же видов пернатых населяют и временно пребывают в его родном Павлодаре. Фотографий было сделано огромное количество, хватило даже на организацию выставки. Местный фотохудожник Каримжан Жакенов представил фотографии птиц, обитающих в Приертышье. Специалисты считали, что многие из них уже давно исчезли. К удивлению самого автора, пернатых оказалось намного больше, чем он предполагал. Весна для Каримжана Жакенова – самое благодатное время года. Именно сейчас можно сделать уникальные кадры птиц, когда пернатые строят гнёзды, поют или ищут самочек. От разнообразия видов у фотографа голова идёт кругом. Он не ожидал, что в Приертышье их обитает такое количество. Я сам два года назад путал. Тоже думал, что 20, 30, от силы 40 видов. А сейчас 185, мне кажется, ещё мало, ещё есть. Металлург по профессии, анималист по призванию. Увлечение Каримжану Жакенову пришло неожиданно, как на вождение. И всего пару лет назад. Сначала думал просто фотографировать птиц. Сейчас задался целью ознакомить население. Многих из них жители области ни разу в глаза не видели. Самая большая удача, по мнению анималиста, запечатлеть дятла, который спустился на землю. Потому как застать такую птицу не на дереве – большая редкость. И вообще анималистика – дело ювелирное, признаётся фотохудожник. Мне всегда нравились птицы. Всегда. И красиво, и поют. Мне хочется, чтобы не только я видел и слышал этих птиц. Чтобы все обратили внимание. Потому что птицы очень уязвимы. И тем более у нас промышленный город. Большая работа фотохудожника нашла своё отражение в персональной выставке. В экспозиции представлены более 50 работ. Не вошедшие остались в фотоальбоме. Сейчас автор проводит своё частное научное исследование. По данным специалистов, в Павлодарской области 280 разновидностей обитающих птиц. Анималист поставил задачу – выяснить, так ли это. А если улыбнется удача, то все пернатые будут запечатлены. Таким был «Мир без политики» глазами наших корреспондентов сегодня. Смотрите «Народные новости», а также читайте нас в Твиттере. Будьте в курсе интересных событий и необычных историй. А мы всегда найдём, чем вас удивить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова